Я правильно понимаю, что Российская Федерация, у нее есть два пункта, на которые они выделяют максимальное количество денег. Это вооружение и это информационное вооружение. Да, это абсолютно верно, и это давно. Конечно, без информационной войны, без этой компоненты гибридной войны не было бы, наверное, основной войны. Единственное, что они проиграли информационную войну. Если бы они делали это по-умному, эту экспансию, они должны были бы найти какой-то казус Белли, и пропаганда должна была бы это все оправдать. Пропаганда это не оправдала. Пропаганда очень тупорно тоже действовала, как и в конце концов, что привело к тому, что они просто напали на Украину без причины фактически. Они даже никак не прикрыли эту акцию, в которую они напали, сказали, что мы делаем спецоперацию на Донбассе. Окей, где Донбасс, где Киев? Зачем вы это все устроили? То есть с десантом до Августомили и все остальное. То есть российское оружие информационное, оно все еще не существует. Единственное, что аудитория этого оружия, это сами россияне, это внутренняя аудитория, на которую сейчас это распространяется. Ни спутник, ни Russia Today уже не будет иметь ничего общего с достоверной информацией, и люди за рубежом не будут смотреть и верить тем источникам, которые себя компрометировали.